Добрый вечер, Тавале! Приветствую вас здесь снова. Сегодняшний день принёс мне очередные открытия в себе, в людях. Хочу ими поделиться. Первый мастер-класс, который я посетила, ведёт Алексей Кобзарь. Я в очередной раз убедилась, что этот человек способен совершить революцию в нашем сознании, в сознании других людей, других, может быть, городов. И сейчас я его представляю как такого мэра необычного города, это как минимум. Поскольку этот человек не имеет таких рамок, какие имеют многие из нас, мастер-класс был посвящён эффективному управлению с бессознательным. Алексей рассказал о том, как стоит визуализировать и представлять тот образ себя или своей мечты, чтобы она стала реальностью. Для бессознательного неважно, что мы себе загадаем, автомобиль или кучу денег, или славу, или что угодно. Главное, чтобы мы сами осознавали, что готовы к этому, что желаем этого всем сердцем. И чтобы мы чётко себе представляли себя в том состоянии, которое уже умрияно нами, и представляли себя как бы со стороны. Например, сидим в автомобиле, но смотрим на себя со стороны и ощущаем, с какими эмоциями мы едем в этом автомобиле. В общем, с этим тренером интересно беседовать. И видно, что он очень духовно развитый человек. Я думаю, что у него много единомышленников и людей, которые следуют за ним. Далее был мастер-класс двух тренеров. Это Богдан Бондарь и Игорь Качарян. Они говорили о психологической интимности. И для меня их мастер-класс стал настоящим таким, ну, можно сказать, шоу, реалити-шоу. Но это было непростое испытание для части присутствующих, потому что мы раскрывались с самых неожиданных сторон и резонировали друг у друга в самых непредсказуемых таких ситуациях. Возможно, мы бы и не подумали, что у нас есть что-то схожее с конкретным человеком, но так оно сработало. Например, мне захотелось поддержать одну из участниц, потому что у меня как-то свойственно иногда подходить к людям, которым грустно. И почему-то именно мои слова могут оказаться им необходимой за день. Так и случилось и сегодня. Я попробовала стоять сзади девушки, а потом перед ней. И когда я была сзади неё, я поняла, что именно так у меня формировались отношения с моей первой близкой подругой. Потому что я до этого не знала, могут ли мне доверять люди, как они действительно ко мне относятся. И тогда, когда я стояла сзади девушки, я поняла, что люди могут мне доверять, и что мне комфортно в этом и спокойно. И я могу действительно быть надёжным человеком, на которого можно положиться в трудной ситуации. Но могу ли я положиться на других? И когда я встала перед девушкой, я поняла, что вот с этим у меня намного сложнее. Я начала плакать, потому что поняла, что моё доверие к людям ещё недостаточное, что я могу много из своих дел брать только на себя и почти не просить помощи, потому что я могу просто не доверять человеку, думать, что он что-то мне не так сделает, или просто думать, что я сильно навязываюсь, или человек не захочет мне помочь и будет чисто из вежливости помогать. Но это всё лишь мои мысли. И поэтому этот мастер-класс с самой основной идеей, которую я вынесла, сделал то, что мне стоит учиться доверять людям, и стоит это делать уже сейчас. Сами тренера произвели на меня очень хорошее впечатление. Несмотря на то, что вначале они казались провокаторами, чтобы вытащить из нас самые потаённые эмоции, в конце они поддержали меня, сказав о моих хороших качествах, которые они заметили во мне в течение мастер-класса, поддержали и сказали, что я двигаюсь в правильном направлении. Третий мастер-класс было выбрать очень сложно, потому что я до конца не понимала, что мне сейчас нужно. Поддержка гештальтистов, или же какие-то расстановки, или практики духовные, что угодно. Но я не понимала, что же меня зацепит. И меня зацепило то, что психосоматический резонансный массаж сегодня проводился последний раз на этом фестивале. Я никогда такого не пробовала, и мне было интересно попробовать работать с Марией Федосеевой. Просто до сегодняшнего дня такой возможности пока что у меня не было. Я отправилась туда почти не понимая, что меня там ожидает. Но то, что произошло, перевернуло меня. И это стало хорошим завершением дня. Сначала мы погрузились в такое вот медитативное состояние, чтобы подготовиться к взаимодействию с другими людьми, настроить наше общее поле. И уже из такого состояния мы взаимодействовали друг с другом. Человек, который был со мной в паре, сразу почувствовал мою проблему, но её не озвучивали до тех пор, пока не подошла Мария, чтобы откорректировать то, что со мной не так. Как я говорила в своих предыдущих выпусках, у меня проблема с любовью была. Я не могла дарить любовь людям. Я не знала, что мне с этим делать, кто мне сможет с этим помочь. Сегодня было выяснено, что та Личность, которую я надстроила над собой ещё в детстве, именно она мешает мне доверять и любить людей. Это было проработано, но то, что больше всего отражалось в моём теле, было связано с моим родом, что я не совсем правильно черпаю энергию своего рода, начиная с детства. и мне просто стоило принять то, что вот так было во время того, пока Мария меня корректировала, и мне стало легче после этого. Я думаю, что отголоски ещё будут и дальше после этого, но появилось ощущение, что все свои года я жила не с собой, а с кем-то другим, потому что во мне сильно отдались детские какие-то потрясения, травмы, которые сформировали что-то не то, что хотелось бы. Я надеюсь, что сейчас я смогу с ещё большим рвением, упорством, с большими возможностями построить из себя то, что я хочу. Ведь именно я свой главный ресурс, как и каждый из нас для себя. И в завершение хочется сказать спасибо также и группе «Звуки земли» за то, что они создали такое вот релаксационное, релаксирующее настроение. Спасибо вообще всем, кто выступал сегодня в промежутках между мастер-классами, вот скрипку сегодня слушала, также стихи. Пусть иногда у нас не хватает времени на посещение таких концертов, но я думаю, что они все очень в тему, и музыкантам приятно делиться своим теплом, и нам, в свою очередь, очень приятно черпать от них вдохновение. Спасибо каждому из участников ТАЛАЛЕ за их эмоции, за их поддержку, за их любовь, за их доверие, за их искренность. И спасибо тренерам за то, что они имеют желание, терпение и возможность научить нас чему-то новому, помочь нам в сложных ситуациях и помочь нам двигаться дальше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...